Доброго времени суток, кому не все равно! 200 выпуск трезвого взгляда, смотрите меня также на бастионе, ссылка все время верхняя к описанию, на мой плейлист скромненький, ну если нравятся сами названия можете зарегистрироваться там и смотреть, ну или пересмотреть, кто уже зарегистрирован, таких уже почти 37 тысяч у меня там, скоро на ютубе будет меньше, чем там подписчиков, также обязательно в телеге меня ищите и в других соцсетях, указанных в ссылке в описании, есть еще будильник 5.0 на ютубе, на всякий случай на него надо подписаться на канал и так далее. Сегодня произошло интересное событие, которое я думаю заставит вас, ну вызовет восторг у поклонников путинского режима, они будут радоваться, но я объясню, что радоваться рано. Но давайте обсудим такую информацию. Есть такой у нас вице-премьер Новак, он допустил запрет поставок урана из России в США. Я напомню, сейчас все компании российские будут получать специальное разрешение на сделки с иностранными контрагентами, это так называемые антикризисные меры. Ну то есть может физически правительство запретить поставки урана в США. Что это такое? Вообще ядерная энергетика, она очень сильно как бы зависит от урана российского. Есть российские ученые, которые много лет рассказывают, что вообще говоря, ресурсы конечные и рано или поздно ядерной энергетики вот этой будет не хватать урана для вот атомных электростанций, вот топлива будет не хватать. А вся как бы мощь экономики Америки, она от этого зависит. И вы должны понимать, что вообще говоря, Америка и Евросоюз это полис шоколада по выражению Чумакова, а полис говна это страны третьего мира, ну к которым относится Россия. Это не значит, что конкретный человек в полисе говна будет жить всегда в говне. Ну то есть всегда можно жить в говне, как в шоколаде. Ну и наоборот, то есть в полисе шоколада есть миллионы бездомных, ну жертвы, так сказать, капитализма. Ну и тем не менее, если вы думаете, что вот когда-то мировые элиты совершенно очевидно, ну они переформатируют мир. И переформатируют они его таким образом, что понимаете, никогда не бывает такого, что полис шоколада вдруг станет говном, а полис говна шоколадом. Вот перемена полисов в такой системе не предусмотрена. Дело в том, что если экономика США и конкретно доллар когда-то рухнут, то в первую очередь пострадают от этого 51 штат США, это РФ. Почему это? Ну потому что вот представьте, вот вы сейчас видите падение России определенное и ее роли в мировой экономике, когда начинают запрещать экспорт каких-то товаров, услуг российских. Сразу в Австрии там люди пишут по сигнале, если пострадал больше, чем русские. Ну то есть все страдают. Ну если брать просто математически, то роль в мировой экономике, там России, там ну условно 2%. Но это только математически, на самом деле наверное больше, а Америки ну гораздо больше, чем 2%. Но это самое мощное государство в мире. Ну или почти там самое мощное, если Китай еще брать там. Если, вот представьте, если на Китай забросают бомбами, это все, это будет катастрофа, потому что все мировое производство в Китае, просто мир в средневековье окажется. И по сути начинается именно борьба с мощью таких государств. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы с вами скоро будем, возможно, жить в мире, где прокормят, если земля, то отлично. Не прокормят, то будет очень плохо. Ну то есть придется, скорее всего, менять традиционный уклад на какой-нибудь другой. Особенно в это переходное непростое время. И я никогда еще не видел угрозы публичные, отказа от экспорта урана туда. Потому что, говорю, глобально все друг от друга зависят, прекрасно понимает руководство РФ там, кто сидит здесь, что если урана не будет, то, ну понятно, они его откуда-то будут доставать. Причем они это признают, что этот уран им очень важен. Вот есть в Reuters от 2 марта это известие перепечатывало. Они даже признавали, они просили, говорит, не запрещать ввоз урана из России. Ну то есть они просили американское правительство не запрещать ввоз урана. Когда все начинают запрещать, вес экспорт, уран не запрещают. Ну вот так вот. Ну я не буду все зачитывать, я просто самую суть вам рассказываю, что ну как бы они признают, что наши ресурсы для некоторых их отраслей промышленности очень важны. Дальше что тут надо понимать? В чем дело? Я вот просто поясню, как я это понимаю. Я вот многие начинают, блогеры, я, говорит, не экономист, а я вот экономист. У меня вот экономическое образование, хоть я и по специальности никогда не работал, но сдавал зачеты, экзамены, писал научные работы по экономике. У меня вот свой взгляд есть на эту тему. И я долгие годы вообще думал, вот почему в России вот именно полис говна, а в Америке, в Китае там, да нет, в Китае даже я бы не назвал полисом шоколада. Ну вот скажем, Евросоюз, США, почему полисы шоколада? Ответ только один. Это климат. Ну то есть мы смотрим на Америку, смотрим на Евросоюз, и мы видим там лучший климат в мире. И будильник, он прожил год в Европе, но это кайфовый климат. Вот плюс 25 летом, 0 плюс 5 зимой, вообще здорово. То есть колебания там 20-30 градусов, они, ну нормально так, сразу привыкаешь, сразу кайфуешь. Я где живу? У нас 3 дня назад было в марте минус 25 градусов. Летом плюс 38 было, рекорд температурный вообще всей России у нас в плюс идет. То есть бывали 30-ти градусные морозы вот в эту зиму. То есть бывало и 0 там в январе. То есть вообще непонятная погода. К чему это приводит? Содержание инфраструктуры дорогое. То есть и проще в Америке и в Евросоюзе делать жизнь, обустраивать свои коммуникации, туда вкладывать бабки. Проще. Ну то есть проще там быть богатыми. Это именно связано с климатическими особенностями рас и с континентальными особенностями. То есть у кого выходы к морям, поэтому за них идет война, борьба. Вот сейчас даже с Украиной заваруха. Те существа, которые вкладываются в экономику и вообще в инфраструктуру российскую и в эту вот войнушку, они рассчитывают какие-то барыши получать от выхода в конечном счете в Азовское море и так далее. В черное, в более широком его смысле и так далее. То есть это вот очень важно. Потому что морские перевозки самые дешевые. Ну то есть вот дешевле таскать морем. И поэтому вот в этих странах морских у них проще сделать их богатыми. И поэтому не то, что там русских так ненавидят и хотят их уничтожить. Просто вот на территории, где за полярным кругом там минус 50-60, ну невозможно сделать, чтобы все красиво и классно как бы жилось. Все равно люди будут в этих широтах в основном выживать. Смотрите ролики любых блогеров, путешественников за полярный круг. Там просто люди выживают. Именно из-за климата. И никакие инвестиции. Люди слишком слабы, чтобы бороться против климата. И люди слишком глупы, чтобы не слушать будильника. А что будильник говорит? Надо строить за полярным кругом в северных широтах целые гектары теплиц и тепличных комплексов. И именно в это вкладываться. Вот тогда там жизнь еще возможна. Это при изменении питания людей. Возможно будет в плохом климате сделать нормальную жизнь. Но никак иначе. Только нужно поменяться полностью. Отказаться от мяса, которое дорого выращивать. И нерентабельно. Тех же оленей там, знаете, северных. Очень сложно вырастить, чтобы в огромном плюсе быть. Так и влачат они. Жалкое существование на севере. Что еще Новак заявлял? Новак заявлял, что... Ну вот, надо еще понимать, да, серьезность заявлений. Новак говорит, как только Запад откажется от российской нефти, цены будут в 300 долларов за баррель. А то и до 500. Ну, мое мнение, что не будет 300 и 500. Как бы... Экономики не будет при таких ценах. Ну, потому что при таких ценах будет инфляция в 100%. Ну, это как бы вот мне лично очевидно. Я не знаю. Новаку, наверное, нет. Он как бы 6 лет в институт, наверное, не ходил в экономический. Ну, а если ходил, как бы глупости говорит. Ну, не может из-за одной страны вырасти нефть в 5 раз. Ну, не может и все. Ну, что еще интересного я сегодня нашел? Ну, по нефти я еще... Ну, как поясню. Ее, конечно, можно нарисовать в 500. Но это вот как раз будет коллапс экономики при таких ценах. Ну, потому что даже раньше, когда войны начинались, открытые, там, в Персидском заливе, тоже нефть не сильно прыгала в цене. Не в 5, не в 3 раза. Медведев высмеял призыв министра ФРГ меньше есть мяса для борьбы с Россией. Медведев... Ну, я напомню, что все сейчас желают смерти Путина. Ну, Путин, в моем понимании, это вообще не личность. Это просто актер, зачитывающий по бумажке заветы вот этих вот властителей мира. Россия никакая не самостоятельная держава. Никто русских не защищает. Успокойтесь. А Медведев вот как раз... Ну, я бы его в меньшей степени гораздо назвал актером. Он представляет интересы еврейской олигархии в РФ. И... Ну, это серьезный, мстительный человек. Ну, и вот он высмеивает. Главу Минсельхоза ФРГ есть меньше мяса. Это Джем Оздемир. Есть такой комментарий. Он в Телеграме опубликовал. И этот министр сельского хозяйства ФРГ написал, что употребление меньшего количества мяса было бы вкладом в борьбу против Путина. Ну, как сказать? И помните, я вам в Венегер Флэш Эссен как бы фразу пояснял, что это не шутка, то есть это в бильд было. Ну, то есть это действительно такие заявления были. Они с чем связаны? Они вот как раз вот эти вот, понимаете, немцы, они предельно... Ну, такой народ исполнительный, дружный. Если им скажешь Венегер Флэш Эссен, то есть то... Ну, как, вернее, если меньше есть мяса, ну, они будут меньше есть мяса, станут вегетарианцами. Ну, просто мир переформатируют. Вот, я вам гарантию даю, текущая экономика при даже текущих ценах, она не потерпит мясную промышленность. Мясная промышленность это огромная нагрузка на поля. То есть надо сажать поля с пшеницей, с другими видами кормов. На это нету ресурсов сейчас. Ну, просто их нет. Текущие сельскохозяйственные мощности будут восполнять дефицит там сахара, который сейчас будет запрещаться на экспорт в России. Там Украина его не сможет в должном количестве зерно произвести. В этом году это очевидно. То есть будет сельскохозяйственный кризис, будут очень резко расти цены на жрачку, они дальше будут расти. Ну, потому что жрачка это вам не какие-то там ценности виртуальные, это то, что нужно каждый день. И я бы на самом деле, ну, на месте Медведева бы, ну, не смеялся бы, потому что их-то задача как бы, ну, рассказывать скрипцам, что все хорошо. Ну, а чтобы все было хорошо, надо тоже есть меньше мяса. Ну, и он, угорая, пишет, сам-то он, говорит, вегетарианец, правильно, говорит, пора менять национальные привычки немцев. Далой мясо и колбасу. Написал зампред Савбеза. Ну, вот такая вот тема. А вот Мевир вообще заявлял, что Россия использует поставки продовольствия как оружие. Он отметил, что Москва, очевидно, использует экспортные возможности для давления. И западные страны, прежде всего, должны сохранить открытыми сельскохозяйственные рынки и обеспечить снабжение зерновыми культурами в мире. Ну, сама по себе Германия, она сельскохозяйственная страна, там поля везде сплошь рядом заселены, но это стоит очень много денег. Немецкая продукция очень дорогая, та же самая вот голландская, там привозная, греческая, которую я ел. Я в основном питался в Германии, скажем, привозной едой. Потому что местные, ну, просто задирали цены при таком же качестве, там, не каком-то там аж ах, как каком. Цены были аховые. Именно потому, что немцам надо платить высокую зарплату, у немцев огромные, там, затраты на электроэнергию и так далее. Печальные новости, что официально уже почти 900 мирных жителей погибло и более тысячи получили ранения. Данные занижены, потому что в Волновахо, Мариуполе, Зюм гибнут мирные жители. И я считаю, из-за этой гибели мирных жителей никакого не было обоснования решать военным сапогом вопросы мировоззренческие и экономические. Я уже тысячу раз на эту тему говорил. Есть вот Международная федерация шахмат, в куда и я вхожу, потому что я играю, тоже я действующий шахматист. Вот она дисквалифицировала на полгода Корякина довольно корректно за милитаристские высказывания, за поддержку этой войны. Корякин сам родился в Крыму, является запутинцем, получает барыши от путинского режима. Мощное финансирование было, когда он играл на первенство мира. Там и программное обеспечение ему лучшее в мире закупали, и лучших в мире консультантов ему закидывали. Ну, как бы, Карсона он все равно проиграл. Шахматист он такой сильный, но не самый сильный в мире. Сейчас его успехи скромные, он давно уже ничего не выигрывал. Ну, вот как он отреагировал, я вам хочу показать. Корякин говорит, ожидаемое, но от этого не менее позорное решение Фиде. А я напомню, сам глава Фиде, Дворкович, это шестерка Медведева. Ну, это из банды Медведева человек. То есть вы должны понимать, что это как бы, ну, все равно это верхи РФ, и как ни странно, да, да. Это еврейские как бы кланы. Ну, вот ему дали Фиде так поруководить. Но он сам шахматист, как бы искренне шахматы, я думаю, любит. Вот, ну вот, он против выступил войны в Украине. Попраны, говорит, все спортивные отборы. Попран основной принцип, что спорт вне политики. Ну, так ты и высказывайся, как бы, о шахматах, если ты шахматист, и не будет никакой политики. Я, говорит, прошел тяжелейший отбор через Кубок мира в турнир претендентов. Победа в нем вывела бы его на матч на звание чемпиона мира. Увы, Фиде опозорили не меня, а себя. Теперь мы все можем убедиться в том, что международные спортивные чиновники, которые в последние годы банили российских олимпийцев по поводу ИБЕС, добрались до шахмат, которые были всегда далеки от этого беспредела. И главное, в первую очередь, я патриот своей страны. И только во вторую спортсмен. Если мыслями вернуться в ту ситуацию, когда я поддержал президента России, народ и армию, то я бы поступил бы тоже так же. Я ни о чем не жалею. Спасибо болельщикам. Жизнь обязательно расставит все на свои места. Ну, шансов у него в отборе в претендентском не было никаких. Там уже куча более сильных шахматистов играет, в том числе из России. То есть тот же, который... Ян Непомнящий, который вроде сломался психологически и проиграл матч Карсу, он сейчас намного сильнее Карякина, я считаю, играет. Ну, в общем, невелика потеря. Все милитаристы должны быть наказываться жестко. Вот там гимнаст с буковкой Z тоже его там дисквалифицирует, я думаю. И правильно сделают. Почему? Ну, потому что нет войне. Нет войне и все, как бы. Это правильно. Другое дело, говорю, что путинские не остановятся. То есть по простому принципу. Мир управляется силой и насилием. И мы будем дальше смотреть, что из этого получится. Это мое личное мнение. У меня свой блог. Кто там за Путина, за русское оружие. Ну, как бы у нас с вами разное мнение. Изучайте вот мнение людей, кто против применения вообще любого вида оружия, убивающего людей. И детей в том числе. И детей из Донбасса в том числе. Я против был и этой тоже войны на Донбассе. То есть сейчас как бы проблема, конечно, потерь в Украине. Это даже не человеческие потери. Вы видите, что пока трагедии и глобальные бойни удалось избежать. Проблема в другом. Если будет применено какое-то оружие. Вот сейчас уже начали взрываться ракетки там сверхзвуковые. Это там рушит здания. Ну, это чудовищные разрушения идут. Ну, еще есть атомное оружие. Еще есть поставки оружия с НАТО, которые будут бомбиться, очевидно. То есть мы будем видеть, скорее всего, эскалацию конфликта. Если этого удастся избежать и Россия будет так называемо демилитаризирована, то это будет не худшим вариантом. Худшим это будет война всех со всеми. Вот если этого мы не избежим, тогда будут вообще нелегкие времена. Наблюдаю дальше, смотрю, анализирую информацию. Мысли свои показываю. Пока!